Такс. Значит, Сергей, спасибо большое за тысячу рублей сердечком с текстом «Затрав очка» на запись и с видосом, который называется «Я устал от техноблогинга. Ай, как просто, два». Все хотят быть блоггерами, многие хотят быть техноблогерами, что сейчас нужно. Сейчас я вам расскажу. Приятного просмотра. Давай посмотрим. Ну, спасибо, собственно, всем, кто ставит лайки, подписывается на канал, пишет комментарии, кто читает описание. Еще больше, кто заходит на стримы, спасибо. Самое большое донатерам. Посмотрим. В последнее время я начал очень часто проводить стримы, и знаете, это было, наверное, самой лучшей моей идеей за последнее время, потому что я стримлю каждый день. Каждый день зрители имеют тесный контакт со мной, и я стараюсь отвечать на вопросы и из чата, и вообще ответить каждому. И это очень важно, потому что я начинаю видеть, что именно интересует людей, о чем они больше всего хотят спросить. И самый популярный вопрос, который я получаю в последнее время, Стас, помоги с моим техноблогами. Особенно после того, как вышел Стас-комментатор на всех участников конкурса с канала Вилсы.ком, эти вопросы стали просто постоянно мне приходить, потому что люди хотят на YouTube. Люди хотят становиться блогерами, вести свои техноблоги. И знаете, этот ролик я записываю только для того, чтобы, когда в следующий раз меня об этом спросят, я сказал. Братан, есть ролик с полным исчерпывающим руководством о том, что делать, как делать, и почему этого делать вообще не стоит. Люди привыкли жить в убеждении того, что современное общество дает нам огромный простор для творчества и талантов. Ты можешь быть кем захочешь. Любой может стать любым. Главное, достаточно много работать и иметь огромное количество талантов. Но знаете что? На YouTube есть огромное количество людей, которые ведут свои техноблоги, имеют по 500 роликов, а подписчиков у них меньше 10 тысяч. Я бы не сказал, что эти люди делают как-то плохо. Нет, они записывают отзывы о гаджетах, что самое важное. Отзывы эти достаточно честные. Конечно же, им не хватает опыта, не хватает качественной камеры и проводок, но это не отменяет ту душу. Ту душу, за которой мы и пришли на YouTube для того, чтобы видеть вот эту вот контркультуру и противопоставление себя телевизору. Первое, с чего мы начнем, это посмотрите на всех самых популярных на данный момент техноблогеров. Это, конечно же, Вилсиком, Дройдер, Розетка, Андро Ньюс, ну и ваш покорный слуга. Что объединяет всех этих людей? То, что они были самыми первыми. Вилсиком свой канал начал вести, если мне память не изменяет, года с 2010 или 2011. Если присмотреться глобально новых, не то чтобы техноблогеров, блогеров в принципе не появляется, потому что у нас бывают какие-то уникумы, например, Юрий Дудь. Но, если посмотреть на его жизненный путь, то зашел он тоже не просто так. Он зашел уже с огромным количеством знакомств, которые у него были с редакции Sports.ru. Он сразу же взял интервью. Sports.ru. Sports.ru. Ну, вообще, да, есть такая тема, что... Это и про Белл он там тоже где-то рассказывал. Ну и вообще, к сожалению, есть такой момент, что... Нередко самое лучшее достается самым первым. Да. Именно поэтому это стало интересно. В том числе и на Ютьюбе. Если бы Дудь брал интервью у какого-нибудь непонятного Васи с соседнего подъезда о том, как тот прошивки под Android пишет, то это не взорвало бы. Не взорвало бы вообще ни капли. Есть, конечно же, уникумы. Например, тот же самый Лапенко. И можно поспорить по поводу моего тезиса о том, что на Ютьюбе без связи и денег ничего не добиться. Но кто в техноблогинге за последние 5 лет хотя бы новый появился, кто взрывает? Я говорю не про каналы, у которых там 100-150 тысяч подписчиков. Их число не меняется, а количество просмотров не у... Ну а что, 100-150 неплохо, кстати. ...словно стремиться к нулю. Я говорю про реально крупные каналы. И тут вы, конечно же, скажете мне. Чудо техники. Да, чудо техники, которые недавно переименовались в 808, это лишь исключение, которое подтверждает правило. Потому что они зашли с эксклюзивами. Ребята, не имея 150 тысяч подписчиков, сразу же поехали на презентацию Apple. Это полностью телевизионный проект, который имеет связи с мэрией Москвы. Которые занимают, собственно, всем, чем хотят. Имеют самыми первыми, самые эксклюзивные гаджеты. Потому что у них есть связи, а не с телевизионщиками помешаны. То есть это, наоборот, подтверждает, что Ютьюб со временем превращается в телевизор. Мало того, что у них есть эксклюзивы, так у них еще и огромное количество денег и партнерств, за счет чего они могут делать розыгрыши, в которых они еще и людей обманывают. Подводя итоги не в прямом эфире, как это положено, чтобы исключить факт обмана. А подводя итоги просто постфактом. Запись с экрана, на, пацаны. Да, вы не выиграли, ну ничего. Следующий розыгрыш у нас в следующем же видеоролике. В следующий раз ты точно победишь, братан. Слово тебе даю. Понимаете, к чему я клоню? Если по поводу обычной благосферы еще можно спорить. Потому что у нас есть примеры людей, которые взрывают сейчас за счет своего исключительного таланта. Например, тот же самый Лапенко. Но по факту... Блять, какого таланта там говно. Ничего глобально не меняется, потому что это рынок. Рынок, который уже был сформирован. Я допускаю, что появятся новые блогеры по типу Юрия Дудя, и они взорвут. Но взорвут они за счет качественного продакшна, и за счет вливания в них бюджетов. За счет рекламы во всяких пабликах и прочее. Да вы хоть на стримеров посмотрите. Стримерша Карина не была вообще никому нужна, пока я... За нее не взялись конкретно. Правда, сейчас ее популярность угасает. Раньше о ней говорили все. Проплачивали рекламу с мемами про нее в пабликах, типа борща и прочего. Но сейчас ничего подобного... Хотел бы я, чтобы моя популярность вот так же угасала, блядь. Типа... У нее просто уже есть своя аудитория, и нахер не надо, мне кажется, даже на новую париться и работать. Вот и все. ...нет, и конечно же появятся новые герои. Но поверьте, о каком бы слаженном пути вам бы не рассказывали все эти видеоблогеры и стримеры, по факту, они сейчас являются тем, что в 2000-х называли «продюсерский проект». Просто из музыки, в которой это по-прежнему присутствует, они перекочевали видеоблогерство. Сейчас продюсерские проекты — это единственное, что может взорвать. Если, конечно же, повезло с продюсером, что тоже должно быть часть везения. Но возвращаясь к теме техноблогинга, он уже давным-давно сформирован. Однако, если вы зададите мне вопрос, а можно ли расти исключительно за счет своего таланта, то я отвечу — да, можно, очень медленно. Первые 2-3 года — это если у вас будет 10 тысяч подписчиков, то это просто отличный результат. Я вам по своему опыту говорю. Вдруг вас заметит кто-то уже достаточно популярный, сделает про вас ролик или как-то захочет пропиарить совершенно бесплатно, потому что людская доброта встречается с завидной регулярностью, и тогда, возможно, вы станете чуть более популярны. Нет, техноблогеры не взрывают. Есть также примеры айтипедии, например. Но айтипедии, уже будучи популярным блогером из обычного игрового сегмента, начал делать обзоры на технику. Поэтому это тоже исключительный случай. Поймите, о чем я вам говорю. Техноблогеры практически не вырастают, и для того, чтобы вырастать, тебе нужна огромная поддержка твоей аудитории. А с этим в техноблогинге плохо. Я снимал техноблоги очень и очень долго. Старался, прикладывал максимум усилий. Я делал максимум из того, на что я был способен в тот момент времени. И представьте себе мое удивление, когда я начал вести блоги, ну, например, с обзорами некоторых фильмов. Такой опыт у меня тоже был. Или снимать влоги о своей жизни. И по лайкам, по дизлайкам это заходило намного лучше. Я долго анализировал, почему это происходит. Ответ оказался просто очевиден. Стоит тебе неприятно как-то сказать о компании Xiaomi. Или не узнать о какой-нибудь функции. Или, не дай бог, в какой-то веке, ты делая обзор на какой-нибудь гаджет от Google, не уточнишь, что в Xiaomi эта функция была за 5-6 месяцев, 10, 20, 10 тысяч лет до этого. Все, тебя сожрут. Мало того, что начинаешь вести тему блоги, ты сразу отрезаешь от себя огромный пласт аудитории. Да, вы можете сказать, смартфоны есть у каждого. Этим люди должны интересоваться, подобно тому, как это происходит с автомобильной тематикой. Но нет, этого не происходит. Знаете почему? Да потому что большинству людей попросту плевать. Они покупают какой-нибудь телефон, пользуются им, и им насрать, про что ты там снимаешь. Это узкая специфика, это узкая направленность. Ты мало того, что отрезаешь от себя весь пласт... Ну, я честно не знаю просто, что добавить, как комментировать здесь. ...аудитории. Ну, как у такого красавчика? Может быть, всего лишь 3% женской аудитории. Нет, это просто невозможно. Но справедливость ради, такое абсолютно у всех. У того же Вилса Кому он показывал порядка 5% женской аудитории. И прочее, прочее, прочее. То бишь, это исключительно мужская тематика. То бишь, снимать техно-блоги, это то же самое, что снимать бьюти-блоги. Бьюти-блоги мужики не смотрят. Так же, как и женщины, как правило, меня сейчас сексистом выставят. Но это статистика, я не могу с ней спорить. Может быть, какие-то девушки смотрят меня с аккаунта своих парней. И да, часто меня встречают семейные пары, которые говорят, вот, любим вечерком залипнуть под твое видео, под Стаса, блин, комментатора. А техно-блоги, мне неинтересно. И тут уже на самом деле сформулированы основные предпосылки того, что я хочу донести. Во-первых, техно-блогингом не стоит заниматься, потому что вы сразу отрезаете от себя огромный пласт аудитории. Это не только женщины почему-то, о чем нам говорит статистика. Это еще и огромное количество людей, которым плевать. Ну, например, Артемий Лебедев. Работает и работает. Че бубнить-то? Че смотреть этого Стаса? Да, работает и работает. Как просто. Я ему лучше клавиатурку продам, извините, больную. Опять я ухожу в сторону. Второй пункт. Это самая недовольная, самая требовательная аудитория. И мало того, что ты не должен просто не поливать, например, грязью другую компанию, не высказываться плохо о том, что нравится кому-то другому. Этого мало. Ты должен при этом еще и поддакивать их мнению. То бишь, у тебя есть свое мнение, например, о том, что Apple это круто. Мне кажется, так где угодно. Вот гитарный YouTube ты тоже отсекаешь от себя целую кучу женщин. То есть, я не уверен, конечно, сколько, но мне кажется, тоже процент небольшой. Вот, и тоже все недовольны, тоже чуть-чуть там на две ноты ошибся, все доебываются. То есть, ну это так везде. Если ты блогер, то всем очень хочется показать, что они умнее тебя и как-то, ну... И все такое. Ты не имеешь на него права. Ты должен обязательно уточнить, что да, Apple это круто, но в Xiaomi, Samsung, Pixel это было задолго до этого. И ты должен это уточнять, потому что если ты этого не уточнил, ты не шаришь в технике, ты не разбираешься. Кроме того, эта аудитория тебя дизлайкает просто постоянно и за все. Они постоянно требуют от тебя. Вот, Стас, мы хотим обзор на процессоры. Мы устали от обзоров на гаджеты. Мы хотим, чтобы ты сделал что-то действительно сложное. Ты тратишь месяц на подготовку материала, переводишь статьи, сверяешь источники, рвешь себе жопу на монтаже, и в итоге они это просто не смотрят. В техно-блоге смотрят люди, которым интересен тот или июнь. То же самое с гитарным ютубом, да. Ну, гаджет, да? Но при этом они постоянно требуют от тебя качественного контента, но смотреть они его просто не хотят, поверьте мне. За много лет я в этом убедил. Да, 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 да. Но это вообще в ютубе, то есть, это вот самое бесющее. Постоянно хуесосы требуют качественный контент, и нихуя они его не смотрят, когда ты его делаешь. Распаковка, снятая на коленке за 5 минут, где ты просто расскажешь о своих ощущениях от гаджета, соберет в несколько раз больше просмотров, чем самый твой сложный, самый твой скурпулезный обзор. И тут вы можете возразить, может быть проблема в том, что ты плохо рассказываешь, может быть он недостаточно качественный. Ну ты делаешь очень плохую распаковку, да, отъебись, и все равно набираешь в миллион раз больше просмотров, чем даже самое охуенное, да, 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 да. Нет, дело в том, что я на протяжении всей своей жизни каждый день занимаюсь различными приемами для того, чтобы улучшать себя. Я перезаписываю ролики, бывает два раза, например, прежде чем записать ролик, я могу просто прогнать его, чтобы в следующий раз выдать эмоции поинтереснее, пусть и менее живые. Пробую иногда писать с первого раза, чтобы выдать максимум эмоций. Играю с интонациями, разбираюсь во всем этом. И поэтому я из обзорщиков процессоров собираю больше всех просмотров, то бишь, извините меня, я не хочу никого обидеть, но это просто констатация факта. Покажите мне хоть один обзор на Apple A12 или Apple A13, который собрал бы больше 30 тысяч просмотров, а у меня их 300, там 200, 300, иногда бывает 350. Но это намного меньше, чем у остальных моих роликов. Так, становится жарковато, мне аж душно стало, потому что кто-то болтал на улице, пришлось закрыть окно. Следующий пункт, продвижение ваших видеороликов. Продвинуть видеоролики можно только с помощью аудитории, просить ее ставить лайки. Но и здесь засада, техноблоги смотрят исключительно взрослые люди. А взрослые люди, я должен признаться, я в их числе, не любят ставить лайки и писать комментарии, они просто смотрят. Для продвижения на YouTube это плохо. Если вы постоянно видели у кого-нибудь из своих друзей, например, какое-нибудь видео, которое они опубликовали у себя на странице, только потому что это видео задело их заживое, например, очередной пранк Рака Макафо, где вы такие, да, в плохой стране живут злые люди вокруг, то вы никогда, почти никогда не увидите репост видеоролика с обзором какого-нибудь гаджета или чем-нибудь сложным. Люди просто не репостят такое, типа, ну, сделал обзор и сделал, что репостить-то? И опять же, мне есть с чем сравнивать. Я неоднократно случайно попадал на страницу какого-нибудь человека, который вырезал из стаса комментатора мемы, публиковал их у себя на странице, увеличивая мою известность, потому что там есть какие-то эмоции, там все такое живое, кричащее. Но, если ты начинаешь как-то кривляться или выражать свои эмоции чересчур ярко в техноблоге, то аудитория взрослых и серьезных мужчин начинает тебя хейтить, типа, что ты кривляешься как клоун, что ты ведешь себя как дебил. И я, конечно же, говорю о здоровом дебилизме, например, мне бомбит от этого гаджета, а не, о-о-о, 4 гига, о-о-о, вот это, слушайте, вот это летает. А я понял, в чем дело, фрагментация, вот это вот всего. Я говорю не о клоунаде, а обычном выражении своих эмоций, которые ты гиперболизируешь ради того, чтобы сделать видео, похожим чуть больше на какое-то шоу, чтобы его было интересно и не скучно, самое главное, смотреть. Взрослая аудитория, она тебя за это осуждает. Следующее, заголовок и превью видео, это всегда очень важно. Ой, господи, вы не поверите, сколько я за свою жизнь получил укоров на почту, в комментариях о том, что, а зачем ты кривляешь, зачем ты рожу на превью скорчил, ты не можешь серьезно стоять, вот как Соболев, вот это вот, как будто мальчик маленький отжал у папки пиджак и так, ух, серьезен, я крутой, я серьезный. Или, что за заголовок видео, почему бы тебе вместо, у меня бомбит от этого гаджета, не написать серьезный заголовок. Обзор Asus, Rock, Strix, Gaming, 8574G-5S. Типа, понимаете, они постоянно недовольны заголовками, такие, ты кликбэй, лови дизлайк, они тебе еще за это дизлайк ставят. Да, пиздец, стрим не выводят, я думаю, мы сейчас досмотрим, короче, и я буду что-то делать. Ютуб просто, ну, он, походу, охуел. Я неоднократно замечал, люди, которые никогда тебе не ставят лайки, когда ты рвешь жопу, постоянно ставят тебе дизлайки, когда у тебя лицо недостаточно серьезное на превью. Это же отменяет ценность всего, что ты сделал. Пошел нахер, ты в жопу рвал процессор, а почему ты назвал его бомбит от Apple или кремниевые тайны айфона? Или что? А почему ты так назвал? Почему нельзя назвать обзор процессора? Да потому что смотреть это никто не будет, заголовок он решает. Поэтому такие вот заголовки, обзор, чего-то там с каким-то непонятным индексом, да вы сами на такое не кликните. Но стоит сделать заголовок чуть погромче или хотя бы попытаться заинтриговать, так все. У всех сразу же рвет жопу. Ты можешь годами делать качественнейший контент и просто париться над содержанием своих видеороликов, но не дай бог. Не дай бог, больше нескольких раз ты встанешь на превью с какой-нибудь несерьезной миной, с какой-нибудь гримасу скорчишь. Все, жопа, ты не техноблогер, ты не шаришь. А, ты еще не упомянул, что эта функция в Xiaomi была еще с версией MIUI 9? Ну все, паскуда, да, держи заслуженный дизлайк. Заслуженный дизлайк. Получай комментарий, где я изобличаю всю твою сущность и люди меня поддержат. Минимум 200-300 лайков соберет мой комментарий. Мы поняли твою суть. Когда ты разбирал досконально технологии, не, мы нахуй не смотрели, нам это было не нужно, мы тебя хотя бы уважали. А теперь ты еще не успел скатиться в говно и начал громкие заголовки, ну паскуда, ну тварь. Ты такой же как Путин. Ты тоже, ты против нас, вот эти вот кликбейты, все проблемы мира из-за кликбейтов. И при этом у тебя остается несколько путей. Либо ты будешь стараться и работать на малое количество людей, и как только ты выпустил что-то серьезное, они сразу же воспринимают тебя как серьезного человека. И если после этого ты как-то пошутишь, что-то подобное сделаешь, ну просто веселое, в какое-нибудь, ну, постсороничное видео, например, у меня было. У меня было, короче, видео, где я утверждал, что с Вилса Комом я познакомился, когда мы еще были в хороших с ним отношениях, что я с ним познакомился благодаря путешествиям во времени. Это же очевиднейшая просто шутка, это просто постирония. Ты полную чушь загоняешься ерунданым лицом. Так там дизлайков больше, чем лайков. Потому что как ты посмел? Мы тебе верили. А ты путеше... Я не... Ну, может, правда путеше... Нет, все. Дизлайк этому, отписка, отписка. Вот это вот все, отписка. А техноблогинг, это самая неблагодарная аудитория. Меня так с говном мешали. Просто вот практически ни за что. Бывали реальные косяки, я не спорю, но... Вы знаете, какой я человек, и вы не имеете права меня судить. Нет, вы знаете, какой я человек. Я всегда выпускаю опровержения. Я записывал ролики с опровержениями, если я где-то совершил серьезную ошибку. Я не записывал там на оговорки или что-то, но малейшая оговорка, все. Пипец, тебе жопа. Тебе просто аудитория... И по сути, образ Стаса-комментатора, который просто докапывается до слов, абсолютно необоснованно и глупо. Он списан с комментариев, которые я на протяжении многих лет читал в техноблоге. Это было в своем техноблоге. С комментариев к своему видео. Именно поэтому я отказался от чтения комментариев давным-давно. Это люди, которые тебе с говном мешают абсолютно за все. И мало того, что ты просто никого не оскорбляешь, ты еще должен уточнять, что их позиция, она именно самая лучшая. Потому что, не дай бог, ты еще скажешь, да, в Xiaomi это было давно. Они говорят, а так в Samsung еще раньше было. И все, и в любом случае... Я вам обращаю ваше внимание на то, что даже когда я делал обзор на конкурсантов конкурса Vilsacom, я заходил под их видео, смотрел, и там дизлайков просто до жопы. Там даже детям маленьким ставят дизлайки, потому что вот эти вот ценители качественного контента с канала Vilsacom, они такие, слышу, мрази малолетние, вы чего в техноблогинг лезете? Но благодаря вам мы смогли исправить эту ситуацию. У пацанов было 20 лайков, там 10 или 15 дизлайков, сейчас лайков 2000, дизлайков всего 100. Да, представьте себе, когда я попросил поставить лайки этим пацанам, пришли люди, которые начали ставить еще и дизы. Типа, понимаете, да, к чему я клоню? Это люди, которые не могут несерьезно относиться ни ко всему. Может быть, это склад ума каких-то вот людей, которых мы нарекаем технарями. Они абсолютно все воспринимают за чистую монету, полностью серьезно. Они не выкупают иронию, даже малейшую. Я не говорю про какой-то пост-иронию там, или мета-иронию. Я говорю про обычное иронизирование над какой-нибудь ситуацией. Например, когда я сделал шутку, в которой говорил на пяти языках разных, что я не ненавижу компанию Samsung, был один из самых залайканных комментариев о том, что ты на французском неправильно говоришь. Зачем ты в это лезешь? Типа, ну если ты не знаешь французский, зачем ты на нем пытаешься говорить? Но, тем не менее, за года от меня, мне кажется, все такие отписались, но это долгий путь. То бишь, это долгий путь, который пришлось пройти для того, чтобы со мной остались только люди, с которыми мы на стримах общаемся, вживую видимся, да, и замечательно проводим время. Но я считаю, что то, что я описал, это веские причины не начинать вести свой техноблог, друзья. К сожалению, я вынужден констатировать факт, что все эти бизнес-тренинги, все эти веры в себя, и больше работы, если у тебя чего-то нет, значит, ты недостаточно над этим работал, и прочее. Это все фигня. Был рынок, была не занятая ниша. Ниша уже сформирована. И никто новый, без каких-то вливаний в него средств, продюсирования и прочих нюансов, не зайдет, к сожалению. Весь техноблогинг сформирован. Я понимаю, когда уже популярный техноблогер начинает снимать какие-то техноблоги за бабки, опять же, Самсунга. Это постоянно происходит. То есть, с этим нет проблем. Или за бабки других компаний скоро тоже, я уверен, начнут. Понимаю, что Самсунг начали уже даже шоу, что было дальше спонсировать, и стали их генеральным спонсором, потому что некому засылать уже гаджеты. И поверьте, если на арене ютубовского техноблогинга появится кто-то новый, безумно талантливый и крутой, я буду первым, кто его поддержит, и буду безумно рад этому обстоятельству. Но я считаю это обстоятельство попросту невозможным. Без вливания денег. А такие люди здесь нахуй нужны. Но я не отговариваю вас от блогинга в целом. Нет, это очень круто. Этим интересно заниматься. Если у вас есть творческий позыв, реализуйте его с помощью более широких тем. Слово подписывайтесь, блогшица, охренеть. Я не знаю, даже обзоры на фильмы интересны, если бы появился кто-то типа Бэткомедиана. Не, моё отпишет. Может быть, модерку тебе надо дать. Я обожаю киноблогеров. Обожаю обычные блоги. О чём угодно. Просто делайте то, что интересно всем. Вы наибольшему числу людей. Так шанс пробиться у вас в несколько раз больше. Вы не отрезаете себе сразу огромный пласт аудитории и не собираете вокруг себя эстетов, которые будут каждую вашу оговорку и каждое ваше недосказанное действие воспринимать, как будто вы враг народа, мразь конченая и паскуда. Паскуда, тварь, а ну быстро, гадаю спортзал. Вот это вот всё. Этого не будет. Вот что я вам хочу сказать. Но любым начинающим техноблогерам, если уж вы приняли для себя это ответственное и тяжелейшее решение заниматься этой деятельностью, то я с удовольствием вам помогу и с удовольствием вас поддержу. Вот здесь нету. Я теперь буду репосты каждому делать. Ну, допустим, в конкурсе в Вилсу Кома было реально пара талантливых парней, с которыми я, после того, как конкурс закончится, если им Вилсу пиаром не поможет, то я помогу, потому что парни делают действительно круто. Но в остальном не лезьте лучше в это, потому что это гиблое дело. Я скажу честно, я неоднократно об этом думал. Если бы я вернулся в 2013 год, когда я и начал всю эту движуху свою, то я бы просто занимался бы чем-то другим, вещал бы на более широкую аудиторию. Я правда вам говорю. Я несколько раз даже думал над тем, что, может быть, бросить этот техноблогинг, потому что усилий очень много. Ты жопу рвешь, ты снимаешь, ты делаешь что-то, а в ответ получаешь в себя такое огромное количество негатива. Я думал, может быть, снимать что-то вроде Макс Пауэр, Стас Комментатор или просто обзоры на что угодно, на более широкую массу аудитории, на более широкую массу людей, потому что там я чувствую позитив. Да, меня много кто хейтит, например, но меня огромное количество людей поддерживают. Но это намного важнее, намного приятнее, чем получать говно в свой адрес за то, что ты не уточнил, что что-то там у Xiaomi было, или ты не знал про MOSFET и какую-нибудь лишнюю чушь. Каким хером мне выдвигают претензии, что я не знаю языков программирования? Вы что, совсем идиоты? Одна из самых популярных претензий в мою сторону. Каким х** мне нужны языки, чтобы обозревать гаджеты, чтобы брать гаджет, пользоваться им на протяжении долгого времени, находить баги, глюки и говорить, вот это работает хорошо, вот это работает плохо. Каким х** мне здесь C++ и ассемблер помогут? Дебилы, вы конченые, а к сти... Извините, это обращение, комментирую. Просто сам попро... Он х** может обозревать гаджет, он же на х**е C++ не знает. Как обозревать... Вот это обзорочки, вот раньше техноблогеры-то были. И таких претензий в вашу сторону будет просто вагон и маленькая тележечка. Просто потому что паять не умеешь. Как ты телефоном-то пользуешься, если ты паять не умеешь? Непонятно. Так, всё. Я разошёлся. Это сеанс психоанализа. Я высказал всё, что у меня болит, но на самом деле я думаю, что теперь я просто буду говорить... Нормально. ...посмотреть этот ролик всем, кто задаёт мне вопрос про техноблогинг. Потому что, да, техноблогинг это прибыльно. Но прибыльно это потому, что это безумно трудно. Я вам правда говорю, я несколько раз думал это бросить, потому что я устал просто получать говно в свой адрес. Не потому что я там что-то плохое сделал или что-то, а просто потому что я единственный, кто засирает Samsung, а все остальные нахваливают. И люди просто не могут поверить, что я просто, ну, отказался от рекламы Samsung в принципе на своём канале, потому что я просто... Ну, эта техника ужасная, она стоит своих денег. Мне просто стыдно было такое рекламировать. Из-за этого мы с Samsung разошлись. Я потерял на тот момент там 300 или 400 тысяч рублей. Огромные для меня на тот момент деньги, но просто потому что я не мог это рекламировать. Но поскольку у нас же сейчас культ надо делать для себя, ты лучше остальных, поэтому ты имеешь право рекламировать говно и прочее. И именно поэтому я просто... Точнее, именно поэтому все люди думают, что это я какой-то неправильный. Хотя я считаю, что я делаю всё абсолютно правильно, отказываясь от этого говна. Ну, телевизоры Samsung-то хороши, я как бы сам пользуюсь. Я говорю именно про смартфоны и Samsung Dex и прочую хрень. И именно поэтому люди думают, что типа, вот поскольку большинство говорит, что Samsung хорошо, Стас врёт, что им всем заслали. Скорее, это Стасу заслали денег, что он Samsung засрал. И поверьте, такого я, наверное, мог бы на несколько часов рассказать вам обо всём говне, с которым я столкнулся за эти годы. Но я пытались подавать в суд, меня обвиняли в том, что я засираю кого-то за деньги конкурентов. Но, я клянусь вам, такого не было ни разу. И вы никогда не сможете ничего подобного доказать. Потому что у меня есть, чем парировать, наверное, любые домысли, хотя что-нибудь люди-то и придумают. Ну, короче, это не стоит того, поверьте. Хотите творческой реализации, снимайте что-нибудь на широкую аудиторию. И желательно не на аудиторию взрослых людей. Вы все бомбите по-прежнему, что... Но на аудиторию взрослых людей как бы и деньги можно зарабатывать нормально. Моргенштерн там популярен, что у нас популярны всякие кал по типу там Влада Бумаги. Так потому что они делают на детскую аудиторию. Детская аудитория благодарна, она ставит лайки. Только денег на них опять же не заработаешь нормально. Делает репосты, поддерживает человека, который им нравится. А взрослая аудитория, которая уже привыкла на протяжении всей своей жизни в чем-нибудь разочаровываться, находя очередной обман где-то, они будут искать обман и в тебе. Да, то, что людям лишь бы доебаться, это абсолютно... Знают, что если человек строит из себя честненького, честненького, то он скорее всего еще больший обманщик. Ладно, все, у меня бомбить начинает. Если я сейчас продолжу, мы этот ролик никогда не смонтируем. Наверное, я в одном из своих ближайших подкастов об этом расскажу. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я надеюсь, что я отговорил вас о техноблогинге и уговорил заниматься чем-то на более широкую аудиторию. Потому что, поверьте, я не хочу сейчас ныться, я восхитительно себя чувствую. У меня все отлично. Но вот этот путь к человеку, который совершенно очерствел и смог нарастить на себе хитиновый покров, через который не пробьются никакие оскорбления и упреки, это путь, который настолько часто к нервным срывам приводит. Я и бухал из-за этого. И даже накуривался всякой дрянью. И что мне только не приходилось делать, просто потому что меня бомбило. Мне было тяжело от того, что претензии в мой адрес, они какие-то необоснованные, они тупые. И при этом их поддерживает большое количество людей. Поэтому подумайте, готовы ли вы пройти весь этот путь? Вот просто стена из говна. Ты идешь, повсюду говно. Стоят люди все в говне и кидаются в тебя этим говном. Говно капает на тебя сверху. Ты уже весь в говне. И стоит ли это того, чтобы... И ты подходишь к ним и спрашиваешь, извините, пожалуйста, а где здесь посрать можно? Пойти в конце и погреться чуть-чуть в джакузи каком-нибудь. И то на время, пока следующую стену из говна не придется тебе проходить. Вот об этом и подумайте. С вами был Стас. До завтра. Пока. Я пока еще в джакузи, кстати, не это. Не особо-то плаваю. Ну, да, да, YouTube, вот он, ну, как-то, как-то вот так вот, наверное, вот что-то примерно вот и есть такое, да. Не только техноблог, ну и, да я думаю, ну, многие вообще сферы YouTube, они, они, к сожалению, вот такие, да. То есть, просто говоришь то, что правда думаешь, дизлайки, пошел нахуй, пидор, отписка, хуилочь, мо, черт, помоечный. Делаешь годноту, нихуя не получаешь просмотров. Делаешь говно, получаешь дохуя просмотров и комментарии от хуесосов, о какого хуя ты не сделал годноту. Делаешь, соответственно, блядь, я не знаю. Ну, ну просто вот, вот, все время дерьмо, дерьмо, блядь, говно, жопа и дресня. Не знаю там. Просишь донаты, допустим, получаешь донаты и кукареканье про то, что ты хуесос продался по прошайке. Не просишь донаты, блядь, сидишь без денег, допустим, просто вообще, ты просто сидишь нищий, блядь, безденежный хуй и тебя еще заебывают всякой хуйней, типа, то есть, допустим, не запретил людям писать в чате го, сделай, давай, сыграй. Все, ты просто охуеешь от того и от тупых вопросов, типа, как тебе то, как тебе это, как тебе то, как тебе это. Если запретил тупые вопросы, если запретил повелительное наклонение, то есть, все, нельзя у меня в чате писать го, давай, сыграй, сделай. А если мне пишут, я говорю, блядь, иди нахуй, кидай мне деньги, блядь, или а ты мне что? Вот, или даже не так, я вежливо говорю, ну, сорян, типа, если бы я каждому соглашался, то все, пошел нахуй, ну, тогда пока мне неинтересно, все, у тебя не будет зрителей, бля, останутся только там 17, вот как у меня сейчас есть, и вот как-то вот тебе с ними жить, то есть, либо, ну, в общем, либо говно, либо жопа, как говорится, полная говна. Да, 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 ну, как бы, не каждому это нравится, не каждый на это готов, но я вот, с другой стороны, ну, блядь, ну, блядь, ютюбером, как бы, быть, это здорово, с другой стороны, несмотря на то, что чат, мандани, на стрим, не были вы за это рекомендации, и так далее, ютюберам все равно быть здорово, ну, как-то так, все, спасибо за просмотр, собственно, видос заканчиваем, стрим продолжаем, Сергею еще раз большое спасибо за донат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!